Всем привет, кто зашел на этот ролик и кому действительно интересно, что же все-таки за ситуация произошла. Победитель из предыдущего видеоролика на 500 рублей, вы сейчас увидите его на экранах, отпиши мне вконтакте с доказательствами. Ну а также, если именно ты хочешь выиграть 500 рублей, тогда обязательно ставь лайк этому видеоролику, обязательно пиши любой положительный комментарий, ну и также обязательно подписывайся на канал. Итоги будут в следующем видео. Этот видеоролик будет по большей части разговорный. Мы сегодня с вами поговорим об одной интересной ситуации, которая со мной произошла. И, собственно говоря, там фигурировал и Эль Капона, собственно говоря, который является руководителем проекта САМПРП, ну и также еще пару человек. Поэтому запаситесь чаем, печеньем, либо же какой-нибудь едой и приятного прослушивания видеоролика. Да, кстати, каждое мое слово будет подкреплено, соответственно, фактами, скриншотами, и что же все-таки произошло, вы узнаете в самом конце. К сожалению, нет еще конца данной истории, потому что человек, который написал, собственно говоря, сообщение Эль Капону, не предоставил никаких доказательств, в отличие от меня. Я же сразу все предоставил. Ну что ж, перейдем непосредственно к истории. Совсем недавно произошла такая ситуация, то, что я встретился с неким Игорем Доберманом. И человек имел довольно много денег, спонсировал МПшки, как вы знаете, завсегда я готов и желаю, чтобы ребята, так сказать, спонсировали МП, потому что, как правило, денег у меня много не было. Максимум, там у меня было, там, лямов 10-20, но, как правило, я делаю розыгрыши, соответственно, на каждом стриме, и разыгрываю довольно крупные суммы денег, для того, чтобы мои зрители, моя аудитория ни в чем не нуждались, и тоже могли вот так вот зарабатывать немножко денежки, чтобы вам было приятнее играть на сервере. И, кстати, промокод Решетка Корн, ребят, вводите, кто регается, IP в описании. И, соответственно, Доберман очень сильно любил играть в Казик, постоянно приходил, там играл, делал ставки. Дело было так, то, что я нашел сначала спонсора некую Диану, соответственно, потом она играла с Доберманом, в итоге я потом уговорил Добермана, соответственно, поиграть еще раз с Дианой, потому что, как бы, сначала Диана спонсором была, потом, соответственно, Доберман. Так получилось то, что я уговорил Добермана, он сыграл, соответственно, с ней Все ништяк, все хорошо Но потом произошла такая ситуация То, что Доберман хотел, соответственно, много-много играть в казик Поднимать бабло и стать, так сказать, миллиардером на серве Насколько я понял, да и вроде и было у него там 800 миллионов Плюс дом, машина, то есть миллиард у него был Он мне начал давать деньги, собственно, дал мне денег И говорит, на тебе, чтобы ты тоже поднялся, так как он меня смотрит И, собственно говоря, знает меня Мы начали с ним подниматься, я поднял около, там, 20, что ли, миллионов Опять же, честно сказать, не помню Но не суть главная, не в этом вся проблема После чего у меня Диана, это была в ДС Это оказался транс, ну, то есть это был парень И, собственно, пишет мне Говорит, ты сейчас занят Я такой, ну, такой, типа, стрим веду, все дела Заходим мы, короче, на стримчик, все-таки, хоп, все нормально Я зашел в ДС, и мы с ним пообщались Он говорит, я сейчас перестанавливаю винду И говорит, давай на 500-700 миллионов сыграем То есть, в принципе, с Доберманом Я такой Доберману говорю, слушай, ну что, будешь? Он говорит, я все слышал 500 миллионов, говорит, можно, похер, гоу На что я, соответственно, начали мы говорить насчет комиссии То, что Казик берет комиссию довольно нехеровую То есть 500 миллионов, это где-то миллионов 70 плюс-минус То есть улетит чисто в комку И максимальная ставка это 300 миллионов вирт Соответственно, было предложение такое То, что они мне скидывают деньги Я выступаю в роли гаранта некого, соответственно И после всего этого дела они играют на одну тысячу долларов Написали главному администратору Администратор главный сказал, хорошо, добро Пусть сделают, что хотят Если ты гарантом, то хорошо, вопросов нет Базару нет После этого человек отказывается Который его Диана Он отказывается от игры, говорит то, что он передумал Мы такие, ну хорошо, вопросов нет Наступает следующий день, уже все так же, все хорошо Играем там, соответственно, развиваемся Делаем там розыгрыши в ММПшке И многое другое Потом я ухожу уже в конце стрима там поиграть другую игру И в итоге залетает, соответственно, Доберман на стрим И начинает писать то, что барон, заходи в игру Я такой думаю, что случилось, что такое Он говорит то, что эта Диана Будет играть на 270 миллионов вирт Откуда у него 270 миллионов, я, конечно, не знаю Может быть, задонатил, может быть, еще что-то Но в итоге мне просто сказали То, что будет играть на 270 миллионов Хорошо, вопросов нет Я залетаю в игру, после этого телепортирую Добермана Телепортирую еще одного его друга В банк, чтобы мне перевели деньги Потом телепортирую Диану эту И он мне говорит то, что Погодите, типа, я еще не все, типа, снял Не все забрал, не все деньги Смог, так сказать, получить на этот аккаунт Я такой, хорошо, куда тебя ТП Телепортирую его к другому абсолютно человеку И пишу ему, типа, переводи мне, короче, там 270 миллионов, там все такое Он говорит, что, говорит, сумасшель сошел Ну, я не буду особо матом, да, говорить И говорит он то, что, типа, в казике можно 300 миллионов играть максимум Я говорю, базару нет, можно играть Но, типа, комиссия будет охерительная И пишет он, а, окей Хорошо, то есть это меня, на самом деле, заинтересовало Потому что вы потом поймете, почему То есть он мне все-таки потом перекидывает эти 270 миллионов Чтобы обойти комиссию, собственно говоря, чтобы получить в случае выигрыша Целиком 540 миллионов Доберман же мне сам сказал то, что, если что, твои 15 миллионов с этой ставки Если, ну, если он, конечно, победит Хорошо, мне перекидывает, соответственно, Диана, это деньги 270 миллионов, я пишу Доберману, говорю, все, твой черед Давай теперь ты перекидывай Перекидывай Доберман эти деньги Тоже 270 миллионов И в итоге у меня на банковском счету уже получается 540 миллионов После всего этого я их телепортирую в казик Чтобы они, соответственно, нормально поиграли Но, опять же, мне никто ничего не говорил То, что будет там 2 ставки каких-то 3 ставки, еще что-то То есть мне просто перекинули деньги И все И момент с тем, что, предположим, Диана сразу написала А, окей, то, что обход комиссии И перекинул мне 273к и ничего не сказав То есть мне кажется то, что все-таки Никакого договора там с Доберманом не было Но, опять же, это лично мое мнение Как бы если договор был, то это, конечно, странно Но Доберман сам даже говорит То, что договора никого не было касательно двух ставок Ну, конечно же, я их тпхнул в каз После этого они начали играть на 1000 долларов И в конечном итоге Диана кидает тройку Потом, соответственно, Доберман забирает То есть забирает 540, по сути, миллионов вир Сразу Диана начинает, типа Эй, типа, отдай вирты Мне писать, говорит, отдай вирты И говорит то, что я тебе дал поддержать То есть это, ну, вдумайтесь просто Поддержать, если вы оба знаете То, что человек, которому вы даете эти деньги По 270 миллионов, он является гарантом То есть он выдает приз тому, кто победил Он мне пишет то, что дал тебе, ну, дал поддержать И не то, что, типа, эй, должно быть две игры Мы договаривались с Доберманом А именно вот этот вот момент Я тебе дал поддержать И писал то, что я пишу админом, тд, тп Потом, соответственно, я забил хер Выдал Доберману деньги Потому что с моей стороны, ну, как бы Мне никто ничего не говорил Соответственно, я такой, блин, ну, все честно Соответственно, Доберман выиграл В итоге он забирает весь приз Отдал ему деньги, пошел дальше играть Другую игрушку После этого мне люди пишут то, что Он начинает вот это вот Диана Начинает писать там админом Ищет и до админов Я захожу в игру Телепортируюсь к этой Диане Говорю, и до админов дать Потому что, ну, конечно, у меня Нет доверия к тому, что якобы Там должно быть две игры И в конечном итоге Что мы видим, то, что Диана начинает это писать Типа, все, вам хана И ты слетишь вместе с ним Оба слетите, и тд, и тп, короче То есть, собственно говоря Просто начинается вот такая херня То есть, как-то начинает там наезжать Говорит, у меня есть фрапс У подруги у моей есть фрапс Как мы договаривались И так далее, и там подобное Я такой, фрапсы, хорошо Вопросов нет В итоге он написал все-таки Аль Капону И вот, что, собственно говоря Приключилось В конечном итоге И что, собственно говоря Происходит сейчас Вот сейчас вы все это прослушали И сейчас я зачитаю ситуацию Что написала, собственно говоря Это Диана Аль Капону на форуме В общем, ситуация такая Я и Игорь Доберман на сервере Рева Решили сыграть на 270к И он предложил мне Типа, давай, без комиссии, чтобы Кинем оба по 270к Игроку облику грома И сыграем две ставки на 1к И кто вторую победит Тот и заберет 540к Плюс еще в том То, что это Я ему сказал Переводи 270к Это обход комиссии Но Я так понимаю Он пишет то, что это Предложил Доберман И при том Он знал еще За день до этого То, что Скорее всего Вот так вот оно и будет Чтобы обойти комиссию Потому что за день до этого Они договаривались Напомню, на 500 на 700 миллионов Мы писали Главному админу И главный админ Дал добро на это дело Дальше он продолжает писать То, что Но получилось так, что Сыграли один раз В итоге Я получил Банчата от барона Этого ютубера Он ему скинул бабки Игорю этому Игорь дал ему 30-40к А меня Нахер послал Прошу вашей помощи Так как никто не сможет Помочь Кроме вас Олег Надеюсь На отзывчивость На что отвечает Аль Капона Соответственно Вы перевели По 270к Ютуберу Или его фейку Далее Аль Капона пишет То, что Дай ник свой И после этого Кидает логи Соответственно То, что вижу Ничего не понимаю Также пишет Аль Капона Он кидает логи Того, то, что Мне Диана И Игорь Доберман Переводят По 270 миллионов Вирт Напомню Дабы обойти комиссию Казика Чтобы, так сказать Получить Большую сумму денег Далее Соответственно Пишется От Аль Капона То, что Ютубер перевел Ему 540 миллионов То бишь Доберману Ну и В дальнейшем Соответственно Вот эта вот Диана Которая Владислав Пишет То, что Да, типа Мой ник Диана И тд Тп Хорошо Вопросов нет Дальше он пишет Следующее Уговоренность была Такая Я перечисляю Ютуберу 270к И Доберман Мы с Доберманом Должны были Два раза сыграть В Костина Одинк Второй раз Должен был Назначить Победителя Так как Первый был Пробный На число Чисто проверить А второй Мы должны были Двое Не кидать В итоге Мы сыграли Один раз И Доберману Ютубер перевел 540к А меня Грубо говоря Нахер послали А еще И БЧ выдал Мне этот барон За то, что Я на эмоциях Его обозвал В общем Поступок Кристины Сделали оба Они Понимаю Окей Прошу вас Очень разобраться Чтобы вернул Доберман мне 270к Так как Забрал он их Путем обмана Надеюсь на вашу Поддержку Так как Обратиться Некому Заранее спасибо Уважаемый Олег Момент Того Что Была какая-то Договоренность Мне об этой Договоренности Во-первых Абсолютно Никто Не говорил Более того Доберман Также Он Говорит То, что На самом-то Деле Никаких Договоренностей Не было Абсолютно Также Это если Немножко Вникнуть В переписку В сообщения Которые происходили То, что Человек Все-таки Когда кидал Деньги Он понимал То, что Я даже Сам писал Вы будете Играть На 1к И он Меня никак Не поправлял Ни разу Он не говорил То, что Мы с Доберманом Договорились Две ставки Провести Или что-то Или что-то В этом В этом Роде То есть Ничего Подобного Не было Хотя По сути Ну вот Вы вдумайтесь Вы играете На 270 Миллионов Выступает Администратор И Нужно же Все-таки Наверное Сказать Админу То, что Типа Братан Две ставки Будет Имей ввиду Будет Две ставки А после Ставки Заместо этого Человек Пишет Эй Отдай Верты Я тебе Дал Поддержать То есть Ну Задумайтесь Ребят Если Было Две ставки Наверное После Этого Он бы Написал Ставь Еще Либо Сразу Написал Мне Типа Какого Хера Типа Давай Вторую Ставку Сейчас Будем Проводить И так Далее Понимаешь В чем Суть Но Он же Пишет Эй Отдай Верты То есть Я тебе Их Дал Поддержать Это Меня Тоже Немножко Заинтересовало Потому Что Когда Человеку Такое Пишет Обычно То есть Значит Никакой Договоренности Скорее всего И не Было Но Тогда Меня Это Не Смутило Потому Что У человека Были Фрапсы То есть Как Он Говорил Как Он Заявлял Говорит У меня Есть Фрапс И у Моей Подруги Также Имеется Фрапс Ну И Пожалуй Дальше Мое Уже Сообщение Которое Также Я Написал Конечно Я писал Без Запятых На 500-700КК И позвонил Мне В ДС И Сказал Это Что Ты Меньше Не Будешь Потом Видимо У тебя Не Было Таких Сум Денег Ты Сказал Что Передумал Еще Ты Переустанавливал Винду Я Там Написал Га То Что Можно Ли Сделать Обход Комы Га Сказал Что Могут Делать Что Угодно Просто Если Один Другого Обманет То Уже Солеви Я Вызовался Быть Гарантом Сделки Но Ты Сказал Передумал На 500-700КК Играть Потом На следующий День Уже Мне Пишет Доберман И Говорит Заходи В игру Я был В КС Сделал Стрим И он Готов Играть На 270КК На что Я Сразу Зашел В игру Чтобы Было Все нормально Со сделкой Дальше Сделал ТП В банк Добермана И его Друга Потом Сделал ТП Тебя На что Ты Сказал Куда Типа Я еще Не передал Себе Бабки Там И тд Я Сделал ТП Тебя Назад Написал Тебе Сразу Переводи Мне 270КК Ты Сказал Типа Ну Какого Хера Или Что Типа Того Дальше Я написал То Что Комиссия Будет Огромная На самом Деле И он Согласился Сделал Спокойно Перевод Вертов Мне На аккаунт После Чего Доберман Сделал Так же Перевод Ты Мне Не Говорил Непрекие Условия Сделки Ваши Касательно Двух Ставок Мне Также Сказали Что Вы Будете Играть Один Раз Просто Игра И все Чтобы Обойти Комку После Игры На 1К Когда Ты Выкинул Три И Доберман Забрал Прис Ты Сразу Начал Мне Писать Типа Отдай Бабки Будто Ты Мне Дал Поддержать Что Конечно Было Странно Также Ты Мне Лично Не Говорил Что Будет Две Ставки Ты Спокойно Пошел И Начал Играть Потом Начал Гореть На Меня За То Что Человек Писал То Что Есть Фрапс Подруги Ну И Собственно Говоря Я Там Написал То Что Ну Давай Мы Подождем Олег Ждет Собственно Тут Руслан Также Тут Все Остальные Ждут Почему И Нет Давай Без Проблем Если Есть Фрапс Закидывай И Будем Решать Вопрос По Другому То Там Уже Конечно Будет Довольно Странно Но Уже Прошли Сутки Никакого Фрапса К сожалению Нет Более Того Сам Человек Написал То Что Ай ладно Похер Понятно Что Никто Мне Верты Возвращать Не Будет Хотя Если Этим Вопросом Занимается Эль Капоне В данный Момент Руководитель К тому же Проекта И Притом Он Занялся Реально Этим Вопросом Так Что Так Как Здесь Фигурирую Я И Обычно Так Говорят Когда Нет Доказательств И Он Хотел Выехать Именно На Том Что Вообще Как Получалось Я То В свою Очередь Соответственно И Скинул Все Скриншоты Все Доказательства Доказательства Со стримов Эти Моментики Которые Там Были Да Все Сразу Перекинул Написал Как Все Было Как Все Происходило Все Эти Дела То Чтобы Максимально Людям Было Понятно Что За Ситуация Но Опять же Я Не Берусь На 100% Заявлять То Что Возможно Там Какая Договоренность Была Там Ну Не Знаю На Самом Деле Потому Что Очень Много Фактов И Договаривался На Две Ставки Соответственно И Если Бо Я Не Выступал В Роле Гаранта Мне Кажется Они Бо Сыграли На 270 Миллионов Он Также Кинул Бо Тройку Доберман Бо Выиграл И Попросту Они Бо Так Сказать Разошлись Без Сякой Вот Этой Вот Ситуации То Здесь За счет Того Что Я Выступил Гарантом Я Так Понимаю Он Хочет На Этом Выехать И Получить Обратно Свои Деньги Если Вдруг Будет Что То Новенькое Ребят Я Обязательно Насчет Этого Сообщу Не Забывайте Ставить Лайки На Канал Ну И Думайте Сами Ребят Кто Прав Кто Виноват Конечно Понятное Дело Что Даже Сама Диана Говорит К тебе Конечно Вопросов Никаких Нет Уже После Того Как Он Успокоился Так Как Ты По Сути Посредник То Есть Ты Человек Которому Собственно Говоря Скинули И Мало Того Мне Ничего Никто Не Говорил Но Если Не Будет Фрапса От Этой Дианы То Соответственно Конечно Все Решится В пользу Добермана И Но Это Будет Довольно Странно То Тревожить Руководство Проекта Ради 270 Миллионов Это Правильно Но Если Ты Не Можешь Доказать Свою Правоту И То Что Действительно Была Такая Договоренность Ну Ребят Ну Это Уже Как То Максимально Странно То Всегда Иметь Нужно Определенные Определенную Договоренность Определенные Такие Моментики Но Ежели Их Нету Ребят Ну Что Уж Поделать Здесь Уже Смысл Тогда Писать Если Уж Проиграл То Проиграл Вот Такие Ребят Дела На этом Я Заканчиваю Данный Видеоролик Спасибо Всем Огромное За просмотр Не забывайте Ставить лайки Участвовать В розыгрышах Всем Удачи И Всем Пока